Всем привет! С вами я Савонти и вы смотрите канал своими руками. Это видео, видео обзор Сатфайндера или прибора для настройки спутниковых антенн Сатлинк WS6916. Заказывал я его как всегда на ebay, вшел он ко мне недели 3. Для комментаторов, которые говорят под роликом про настройку антенн, где я там по крышам бегаю, что говорят 21 век, с гробами тягаешься по этим крышам, с телевизорами, с переносками, я еще раз хочу повторить. Я показываю, как обычному пользователю, не покупая таких вот приборов, настроить самому единоразово. Единоразово, свой комплект. А для тех, кто думает, что у меня нет приборов, так я вам покажу. Вот, у меня их целых 3. И я сделаю небольшой обзор, сравнение этих приборов. Так что, ребята, комментаторы, вы многого не знаете, а ерунду говорите. Итак, в поисках идеального прибора у меня был первый прибор, вот такой вот Сатлинк WS6933. Очень хороший прибор, он мне очень понравился, но в нем один недостаток. В нем нет ТВ-модуля, он не показывает трансляцию. Он принимает сигнал с транспондера в DVB-S2, но единственное, что нет трансляции сигнала. А так прибор хороший, качественный. Следующий прибор, который я приобрел, был Фрисат V8 Finder. Также отличный приборчик, но он мне не понравился тем, что в нем еще сырая прошивка. Прошивка, техподдержка, я вышел только на китайский форум, есть и англоязычный. Там все жалуются на некоторые баги прошивки. И в поисках идеального прибора для себя я вышел пока на вот такой вот Сатлинк WS6916. Пока он меня всем устраивает. Есть, конечно, небольшие недочеты, но обо всем по порядку. Поехали. Комплект поставки не больше, не меньше. Вот сэкономил, наверное, китаец на упаковке. В общем, пришли два таких вот в одном пакете, две коробочки. В одной коробочке был сам прибор в таком лотке. В чехле. Пока его в сторону. Защитное стекло. Инструкция. Инструкция только на английском языке. И вот такая вот коробка. Немного примятая, но ничего страшного. Ничего не повредилось. Здесь от китайца пожелание поставить хороший отзыв. Шнурок или ремешок для крепления. Вот за вот эти. Для подвешивания прибора. Адаптер питания. Выход 12 вольт, полтора ампера. Также в комплекте было автомобильное зарядное устройство. Я, если честно, еще не проверял его. А также переходничок вот такой вот. Три с половиной джек. И три РК. Мамы. Для подключения либо на вход, либо на выход. Ави. Все, в комплекте больше ничего не было. Давайте посмотрим на сам прибор. Прибор поставлялся в таком вот чехле. Вырезы под все отверстия. Многие спрашивают, зачем вот эти вот крылышки. Я не знаю, как их назвать еще. Применение этих крылышек я вижу только одно. Это как козырек. С этой стороны есть подлипучки. С этой подлипучки есть. Можно вот так вот. Раз. И вот он. Типа козыречка. Можно там наклонять его. Как хотите. Ну и там по-другому его использовать. Вот типа такого. Я думаю, что это козырек. Давайте извлечем его. На экране наклеена транспортировочная пленка. Я ее пока не отдирал. Выполнен прибор качественно. Как и все оборудование фирмы Сатлинк. Итак, давайте пройдемся. Экран. Ширина 7. Высота 5,5 см. По диагонали сколько, не знаю, сами считайте. Индикаторы питания. 22 кГц. Питание на конвертер 13-18 вольт. Светодиод лок. Когда лочится транспондер. И светодиод при зарядке горит. Тухнет, когда зарядка оканчивается. Кнопки F1, F2, F3 у нас программируются. Скан для сканирования. АВС. Это для включения-выключения у нас выходов. Кнопка меню. Выход. Цифровые кнопки. Кнопка инфа. Есть своя функция у нее там в меню. Эта кнопка отключает звук и цветные кнопки. Также они отвечают за телетекст, субтитры, переключение ТВ-радио и аудио. Также есть логотип Соклинк и модель WS6916. Так, на правой стороне у нас ничего нет, только вентиляционные отверстия. На левой стороне давайте поподробнее. У нас здесь полноценный HDMI-выход. Можно выводить на большой телевизор, что я вам и покажу. А также разъемы AV-OUT, AV-IN. С помощью этого кабеля можно либо заводить сигнал в него, либо выводить с него на телевизор с другими выходами на РК. Снизу у нас тумблер включения, разъем для выносного блока питания и USB-разъем для смены ПО, а также этот прибор может читать с флешек медиа-контент, фото-видео-музыку. Но я не знаю, кому это понадобится. Все, сзади больше ничего нет. Снизу у нас отверстие для динамика, фонарик светодиодный, очень хорошо, мощно бьет, а также батареи. По батарее извлекаю. Батарея 3000 мАч, нормальное напряжение 7,4 Вольта. Производитель заявляет, что батарея будет держать в течение 8 часов. Но я вам скажу, несколько установок прошел, зарядил только ради того, чтобы показать вам. Батарея держит хорошо. На форумах я читал, некоторые жалуются, что у ребят выпадает батарея, и это один из недостатков. Я считаю, что здесь недостатков нет, здесь нужно просто немного включить голову. Вставляем. Вот, так, конечно, будет выпадать. Вот, видите, выпадает. Но нужно вставить до конца, прижать и утопить вот эту, видите, у меня уже стало защелкиваться. Просто немного защелку разработать, щелкнуть ее вниз, опустить. И все, она будет у вас держаться как мертвая, не будет она выпадать. Не надо бояться, защелку вниз отщелкнули, и все, она держится отлично. Сверху у нас вход для антенного кабеля, это заглушка. Все, вот такой вот прибор. Включаю. Все, прибор включился. Кнопками меню... А, и забыл еще сказать вам про вот такой вот джойстик. Вверх-вниз для навигации по меню вправо-влево. И кнопка ОК и подтверждение. Давайте я подключу его к телевизору для большей наглядности его меню. Там будет лучше все это видно. Подключил я прибор Satlink WS6916 по HDMI кабелю к телевизору. Вот он включается у нас. Выходим в меню. Меню имеет вот такой вот вид. Есть индикатор разрядки батареи, поиск спутника, информация о программе, мультимедиа, прочее. Loop Search. Это постоянное сканирование. Калькулятор. Давайте поконкретнее пройдемся по меню. Системные настройки. Выбираем страну. Язык экрана. Формат ТВ. Видеовыход. Разрешение ТВ. Максимально 1080p на 50 Гц. Минимально 720p на 50 Гц. Цифровой аудиовыход. LPCM. RAV. Часовой пояс выставляем. Блокировка канала включена-отключена. PVR Unit. Это как у вас будет показываться уровень сигнала. У меня в прошлом видео спрашивали. Вот смотрим какие здесь есть параметры. Какой выбор здесь есть. Звук клавиш включить-отключить. Звук клавиш включить-отключить. Обновление. При подключении USB накопителя у нас может обновиться программное обеспечение. Копировать. Также не подключена флешка. Заводская установка. Сброс до заводской установки. Следующее меню. Установка спутника. Настройка спутника. Автопоиск управления транспондерами. Настройка спутника. Что нам здесь доступно. Мы здесь можем выставить настройки нашего спутника. Вот мы видим допустим AMOS. LNB тип. Смотрим какие у нас доступны частоты LNB. Транспондер. Выбираем транспондер. Десек 1.0. Десек 1.1. 22 кГц. Включить-выключить. Здесь перевод немного кривоват. Полярность написана. Питание. Управление мотором. Горячие клавиши. Это у нас управление транспондерами. Автопоиск. Выбрать все. И отменить выбор. Автопоиск. Мы можем полностью сканировать здесь наш спутник. НИТ включить-отключить. Программа все. Только бесплатные. Режим сканирования. По умолчанию. Слепой. Один транспондер. И сканирование. Один спутник. Все спутники. Ну и когда мы нажмем сканировать, у нас пойдет сканирование данного спутника. Также здесь представлены полоски уровня сигнала. Управление транспондерами. Здесь мы можем редактировать транспондеры наших спутников. Вот допустим красную клавишу нажимаем на этом спутнике. Мы можем его переименовать полностью. Можем добавить свой, какой захотите. Если у вас нет в прошивке спутника. Также можем добавить транспондер. Вводим частоту. Скорость. И поляризацию. Горизонтальная, вертикальная. Подтверждаем ОК. Сохранить изменения. У нас добавился транспондер. Вот он в конце. Следующее под меню это у нас калькулятор. Это ваш помощник при настройке антенны. Но мало кто им пользуется. Я не знаю ни одного настройщика, который бы пользовался данным калькулятором. Здесь вы можете ввести свою долготу, широту. Выбираете спутник. И вам будет показано, на какой азимут и куда настраивать вашу антенну. Следующее под меню это Loop Search. Здесь у нас циклические сканируются транспондеры. Я также считаю эту функцию бесполезной. Я ее не пользуюсь. Следующее под меню прочее. Редактор телеканалов. Здесь мы можем редактировать просканированные телеканалы. Двигать, перемещать, удалять, блокировать. Следующее. Редактор радиоканалов. Также можно каналы перемещать, двигать, удалять. ЕПГ. Электронный гид. И системная информация. Мы видим версию прошивки, дату прошивки и так далее. Мультимедиа. При подключении внешнего USB флеш накопителя мы можем читать медиа контент на данной приставке. Вот я подключил флешку. Включил. Ролик работает, громкость есть. И фото. Вот открываются к фотке. Также есть анимация при перелистывании. Я не знаю, кому эта функция будет полезна, но она, тем не менее, есть. Информация о программе. Здесь мы видим все данные о нашем телеканале. Смотрим, есть уровень сигнала и качества. Видим, в каком формате. Ну и прочая информация о данном телеканале полностью вся выводится на экран. Поиск спутника. Это основное меню. Мы выбираем здесь кнопками вправо-влево предустановленные спутники, какие вы хотите вынести себе. Вот, допустим, у меня AMOS. Частота головки. Транспондер можно выбрать. По какому вы будете искать. Это характеристики выбранного транспондера. Частота, скорость, поляризация. 22 кГц включить-выключить. Звук включить-выключить. Дисек. Выбираем, по какому протоколу будет у нас подключен и на какой вход. Нажимаем ОК. И вот мы видим, при наличии сигнала с головки у нас идет такой писк. Его можно отключить. Кнопкой на приборе можно включить. И таким образом вытягиваем сигнал на максимум на нашей антенне. Можно нажать кнопку ОК. И у нас просканируется транспондер и добавятся каналы. Вот видите, получено 12 ТВ каналов и сколько-то там радио. И также сразу эти каналы выводятся у нас на экран. Сразу у нас эти каналы выводятся на экран. Как я говорил, у нас данная приставка принимает каналы в HD, в MPEG-4. Вот УРТ у нас вещает в MPEG-4. Работает. Вот телеканал Мир вещает в HD. Также принимает сигнал. Кому понравился данный ролик, ставь лайк, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok